Новая палочка Еще раз Ой, дожик, мы же промокнем Без проблем Превратись в зонти Ух ты, это здорово Бежим Хорошо дома Превратись в палочку Ой-ой-ой Кажется, твоя палочка простудилась О, нет Бедная палочка Это от того, что она промокла Нужно вызвать лекаря палочек Здравствуйте Это лекарь палочек? Да, волшебная палочка заболела Спасибо, пока Пока Доктор сказал, что нужно уложить ее в постель Он скоро приедет к нам Ой, палочка Лекарь палочек прибыл Здравствуйте Так это же мудрый старый эльф Да будет вам известно Я не только мудрый старый эльф Но еще и высоко квалифицированный лекарь палочек Что ж, понятно Не забывайте, что мы эльфы делаем палочки Да, почему, кстати? Вы же не любите магию Мы делаем палочки Но сами ими не пользуемся От этого колдовства Одни беды Так, где наша больная? Здесь О, как громко Покажите-ка мне язык Как я и думал Это простуда Рекомендую постельный режим Палочка должна больше спать Окружите ее заботой О палочке можно колдовать? О, нет, нет, нет Никакого размахивания палочкой в ее состоянии О, ну как же я буду без палочки? Хорошо, что ты спросила Я как раз работал над новой палочкой Может, хочешь взглянуть на нее? Ого! Это сверхсекретная разработка Я назвал ее Мудра палочка 3000 Даже мне ничего не говорил Ух ты! Спасибо тебе, мудрый старый эльф Она такая красивая Ты мой лучший друг Ооо! Она говорящая! Люблю тебя Невероятно! Поразительно Это еще не все У палочки есть одна функция Которая отличает ее от всех Что это за функция? Ого! Скоро сами все узнаете Могу сказать только На свете нет И не будет палочки лучше Не пойму, о чем это он? Он в своем репертуаре Я обычно даже дослушать не могу Мне не терпится поколдовать С новой мудро палочкой 3000 Ну, дорогая, придется тебе подождать до завтра Потому что пора ложиться спать Пока, Холи! Пока, Бен! Пока, Гастон! До завтра! Доброе утро, папа Доброе утро, Холли Ты мой лучший друг А, новая палочка, и как она тебе? Она просто чудо Люблю тебя Доброе утро, принцесса Холли Палочки уже лучше Доктор был прав Ей просто требовался хороший отдых О, это здорово Можешь сегодня вернуть новую палочку мудрому эльфу Думаю пока оставить палочку себе Я даже еще не попробовала с ней поколдовать О, а что делать со старой? Мне она больше не нужна Положи ее со старыми игрушками Ладно Что ж, полежи-ка здесь У Холли теперь новая палочка Ты мой лучший друг Привет, Холли Привет, Бен Привет, Флёр Это твоя новая палочка? Да Она называется мудропалочка 3000 Люблю тебя Ого, она говорящая Да Инновационная Инновационная И сверхсекретная Ты мой лучший друг Оу Давайте поиграем Да А вы что? Сыграем в принцессу рыцаря И злую ведьму Да Чур я принцесса Потому что я и есть принцесса А я буду храбрым рыцарем Ладно Ого, настоящие доспехи А я буду злой ведьмой Ха-ха-ха-ха Как будем играть? Храбрый рыцарь должен спасти принцессу из темницы Какой темницы? Ха-ха Вот такой Ой Ух ты И как же я тебя спасу оттуда? В сказке принцесса отращивает волосы длинные-предлинные Чтобы рыцарь забрался в башню Точно Ого Забирайся наверх В башню, Бен Ха-ха-ха Запросто Эльфы лучше всех лазают по волосам А я ведь эльф Вот и я Я пришел упасти тебя Благодарю тебя, рыцарь Ха-ха-ха Теперь мы оба в ловушке Ха-ха-ха Ой Мы запросто спустимся Нет, если я закрою окно решетками Ой-ой, мы застряли Ха-ха-ха Флёр Обедать Ой Мама зовет Мне пора Пока Ладно Пока, Флёр Как же мы выберемся отсюда Не волнуйся У меня же есть мудра палочка три тысячи Ты мой лучший друг Ладно Давай уже выбираться Люблю тебя Ой, не получается Люблю тебя Она не колдует А что было, когда ты использовала ее в прошлый раз? Ничего Я еще не успела с ней поколдовать Люблю тебя Бесполезно Если бы только у меня была моя старая палочка Мау-мау Мау-мау Ой, там Гастон Гастон поможет нам Да Гастон Принеси мою палочку Аборт, Гастон Аборт Пау-пау 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 Ди-ди-ди-ду Ти-ди-ди-ду Ди-ди-да Ди-ди-ду Ди-ди-ду Гастон, куда ты так спешишь? Пау-пау Эй, куда это ты понес палочку? Я думала, мудрая палочка 3000 особенная. А она вообще ничего не может. Может, она сломана. Выглядит вполне целой. Люблю тебя. А что ещё она говорит? Ничего. Ещё только... Ты мой лучший друг. Вот это. Тебе уже, наверное, надоело. Да, моя старая палочка не говорила, но зато... Ой, палочка! Моя старая палочка! Сюда, Гастон! Палочку! Ура! О, моя милая, как я по тебе соскучилась! Давай уже выбираться из этой башни. Конечно, ты прав. С этой минуты я буду пользоваться только старой палочкой. А, принцесса Холли. И как тебе понравилась мудрая палочка 3000? Она сломана. Разве? Люблю тебя. Вот видишь, она отлично работает. Но она совсем не колдует. Да, это же и есть особая функция, о которой я вам говорил. Не колдует. Что? Волшебная палочка, которая не колдует? Точно. Понимаете, от колдовства одни беды. Поэтому я решил... Но палочка, которая не колдует, не волшебная. Это просто палка. Вы хотите сказать, что мудрая палочка 3000 совсем никуда не годится? Да! Я знаю, кому она понравится. Кому? Ко мне, Гастон! Принеси апорт! Ты мой лучший друг! Люблю тебя! Как он обожает команду Аккорд! Люблю тебя! Ты мой лучший друг! А я люблю свою палочку! Ты мой лучший друг! Школа верховой езды мисс Джоли. Как видишь, Бен, капуста уже полностью созрела. Да, пап. Как же я люблю капусту! Да, пап. Сегодня мы соберем ее, а потом будем есть капустный суп каждый вечер. Да, пап. У нас будет капустный суп в понедельник, капустный суп во вторник, капустный суп в среду, капустный суп... Привет, Бен! Привет, Холли! Мы идем в школу езды на улитках миссис Джоли. Фу, улитки ужасные создания. Нет, они просто прелесть. Там есть Добин и Робин Гуд. У него такие щечки. Я хочу прокатиться на кексике. Он такой милый. Они все такие милые. Улитки совсем не милые. Они едят мою капусту. Но на них так весело ездить. Ребята, вы пойдите с нами. Езда на улитках звучит немного по-девчачьи. А вот и нет. Улитки могут двигаться очень быстро. Мне кажется, стоит попробовать. Да, ковбои же ездят на них. Мы можем надеть наши ковбойские шляпы. Отлично! Идем! Только держите этих улиток подальше от моей капусты. Мы на месте. Школа верховой езды мисс Джоли. О, где же мисс Джоли? У-у-у, Триггер. Смирно, мальчик. Всем привет. Доброе утро, мисс Джоли. Вы готовы к сегодняшним приключениям? Да, мисс Джоли. Прекрасно. Я вижу, среди нас появились ковбои. И-ха! Запомните одну вещь. Улитки не любят громких звуков. Они очень застенчивы. Да, мисс Джоли. Не волнуйся, Триггер. Ковбой твой друг. Вот и славно. А теперь идем знакомиться с вашими улитками. Здесь у нас Добин, Маффин, Кексик. Они такие милые. Тофи, Бобби, Спиди, Робин Гуд и Самсон. Э-э-э, мисс Джоли. Да? А у Самсона нет раковины. Это потому, что он слезняк. Фу! Слизняк! Кто захочет кататься на слезняке? Так, дети, нельзя обходить улитку сзади. Почему? Потому что улитка может вас хорошенько легнуть. Вот почему. Хо-хо-хо! Что-то Спиди сегодня не в духе. Вы должны привыкнуть к своим улиткам. Протяните руку, чтобы они принюхались. Привет, Бобби! Улитки будут стесняться, пока не привыкнут к вам. Погладь Бобби по его раковине. Ну же, Бобби, не бойся. Вот так. Теперь вы друзья. Значит, можно покататься? Сперва нужно поработать. Например, прибраться в стойлах. Что значит прибраться? Отмыть от помета улиток. Помет улиток? Все взяли по ведерку и лопатки и за работу. Помет улиток так ужасно пахнет. Так, держать, ребята. Молодцы. А теперь все дружно моем руки. Переходим к грумингу. К грумингу? Это чистка и полировка. Берем щетки и натираем раковины улиток до блеска. Мы займемся спиди. Тише, малыш, тише. Мы просто хотим отполировать твою раковину. У-у-у, смирно, мальчик. У него очень резвый нрав. Не бойся. Бобби выглядит так красиво, как и Доббин. Посмотрите на Маффина. Он весь сияет. Отличная работа. Прекрасно. Замечательно. Перед тем, как оседлать улиток, мы должны дать им прикорм. Что такое прикорм? Еда. Берем немного овощей и раздаем их улиткам. Держи морковку, Робин Гуд. А тебе, Бобби, вкусный капустный лист. Они любят свежие овощи. Они такие голодные. О, да. Могут есть целыми днями, если их не остановить. А теперь время езды. Каждый выбирает себе улитку. О, можно мне взять Бобби, пожалуйста. Да. Я верхом на улитке. Я выбираю Робин Гуда. Я поеду на Маффине. Топфи. Кексик. Я выбираю Спиди. О, все дело в том, что Спиди еще не объезжен. Что это значит? Это значит, что на нем еще никто не ездил. Он слишком резвый. Да, он еще молод. Ветер в голове гуляет. Можно я буду первым, кто оседлает Спиди? Ты можешь попробовать. Но должен держаться крепко за спину, иначе он скинет тебя. Звучит, как задача для эльфа-ковбоя. Мне нравится твой настрой, ковбой Бен. Ковбой Бен. И-ха! Твоя очередь, Джейк. Кого выберешь ты? Добина или Самсона? Э-э, может, Добин? Я знаю, это странно, что тебя, Самсон, никогда не выбирают. Но ничего, оставайся здесь и отдыхай. Пора ехать. Э-э, мисс Джоли. Да? Что нужно сказать, чтобы улитки тронулись? Нужно сказать «но», «но», «но». «Но», 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 «но». Начинаем улиточные бега. Отличный день для езды на улитках, правда? А куда мы едем? Просто катаемся по лугу. Э-э, мисс Джоли, Слизняк Самсон идет за нами. О, я вижу. Продолжайте, я скоро догоню вас. Ах ты, непослушный Слизняк. Тебе нельзя с нами. Едем обратно в стойло. Не отстаем, ребята. Хм, а куда теперь? Мисс Джоли сказала кататься по лугу. Хм, тогда нам сюда. А что происходит? Ну, я думаю, он знает дорогу. Я не знала, что улитки могут так быстро передвигаться. Может, они учуяли то, что они любят? И что это? Так, эльфы, а теперь погрузим эту капусту. Вот так урожай. Да, в этом году нам удалось уберечь капусту от вредителей. Никаких мошек. Никаких гусениц. И самое главное, никаких... Улитки! 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 Ай, кошмар! Это нашествие! Ай! Улитки, бежим! Улитки! Улитки! Нет, Спиди! Остановись! Скорее, грузите капусту в грузовик эльфа! А ну, прочь от моей капусты! Спасайте капусту! Нет! Нет! Что эти улитки делают здесь? А, у нас класс верховой езды! Это ужасно! Они едят быстрее, чем мы можем унести! Улитки, стоять! Вы маленькие прожорливые улитки! Маленькие? Они съели половину нашего урожая! Ну, а чего вы хотели? Ведь вы вырастили такую вкусную капусту! Но... но... Дети, вы хорошо провели время сегодня? Да! Спасибо, мистер! На здоровье! И еще мы должны сказать огромное спасибо мистеру эльфу за такое вкусное угощение для улиток! Да уж, на здоровье! Кстати, больше всего на свете они любят салат латук! Вырастите немного к следующему разу, хорошо? Люди считают улиток вредителями, но на самом деле они просто прелесть! Да, они такие милые и забавные создания! Гастон-спасатель! Гастон-прекрасный землякоп! Он откопал палку! Гастон-апорт! Гастон любит команду опорных! Ой, Гозик! Превратись в зонтик! Ого! Давай поиграем дома! Пошли, Гастон! Ай, чистота и порядок! Привет, няня Пам! Нет, никаких божьих коровок на кухне! Он мне здесь грязью натоптал! Уйди с пола! Нет, только не на стол! Кыш, кыш! Мы же здесь еду готовим! Куда это он пошел? Может, пошел папу искать? Он любит папу! Кто впустил сюда грязную божью коровку? Оли! Да, папа? Прошу, выведи отсюда Гастона! Прости, папочка! Мы живем в замке! Гастон живет на улице! Не переживай, Гастон! Лучше я возьму тебя на великое дерево эльфов! Миссис Эльф, этот черничный пирог пахнет бесподобно! Да, мистер эльф! Секрет в том, чтобы печь его медленно три дня подряд! Привет, мам! Привет! Привет, Бен! Привет, Холли! Он может это делать на улице! Пирог приготовлен не для тебя, Гастон! Бен, ты же знаешь, Гастон должен жить на улице, а мы живем внутри! Ладно, мам! О, куда делся пирог? Гастон его съел! Откуда вы знаете, что это Гастон? Это мог быть кто-то другой! Но у него вся морда в чернике! Вон отсюда! Чтоб я тебя больше не видел, Гастон! Прости, Гастон! Иди-ка лучше домой! Иди-иди, Гастон! Вон отсюда! Холли, пора спать! Что это с тобой, моя милая? Мне грустно! Гастона теперь не пускают к нам домой! Гастон! Он весь промок и замерз! Гастон! Иди шуми в другом месте! Бедный Гастон! 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 Привет, Бен! Нигде не могу найти Гастона! А ты в нарез смотрела? Гастон! Здесь пусто! Где же ты? Гастон! Гастон! Наверное, обиделся и грустит где-то! Не волнуйся, я его найду! Эльфы лучшие в мире сыщики! А я ведь эльф! Гастон! 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 А где это мы? Не знаю! Никогда раньше здесь не был! Ага, здесь какая-то дверь Скажи, друг, и входи Говорящая дверь! Привет! Привет! Интересно, что там внутри? Я даю секрет, что вам предстоит узнать Пойдем за взрослыми Говорящая дверь? Да, папа Она сказала, скажи, друг, и входи О, так там, наверное, рудники гномов Рудники гномов? Да, гномы прорыли глубокие ходы под землей В поисках золота и драгоценных камней Ройка, байк, ройка, байк Помештый пленок и давно Мы ищем сладо и серебро Ройка, байк, ройка, байк Я люблю золото и серебро Они такие блестящие и очень красивые Давайте сходим в рудник гномов А гномы они какие? Большие, больше нас Да, гномы огромные Вот эта дверь Заперта Скажи, друг, и входи Что бы это значило? Это загадка Сможете войти, только если разгадаете Глупости Использую волшебную палочку О, моя магия здесь не работает Да, магия фей бессильно против магии гномов Может быть, нужно просто попросить? Как у вас дела, мистер Дверь? Спасибо, хорошо Можно нам пройти? Скажи, друг, и входи Может, нам надо произнести слово «друг»? Молодец, Бен! Э-э-э, друг Как просто Пойдемте же Бен и Холли, а вы ждите здесь В рудниках полно опасностей Но ведь вы же туда идете Э-э, ну, мы же взрослые А можно нам с вами? Э-э, ну, почему бы и нет? Если вы со взрослыми, вам ничего не грозит Если только дверь не захлопнется, что вряд ли Ой Что же нам теперь делать? Палочка, посвяти нам Может, нужно сказать «друг» и дверь откроется, а, король? Друг Загадку новую разгадать должен Ох, ладно, и что это за загадка? Машина с двухлитровым двигателем идет в горку под углом 15 градусов Со скоростью 16 километров в час Высчитайте расход бензина, если горка высотой 100 метров Э-э, найдем другой выход Там тысячи нескончаемых туннелей Мы просто потеряемся Если бы Гастон был здесь, он бы смог нас вывезти отсюда Отличная идея А где Гастон? Да, кстати, а где старина Гастон? Ты сказал, чтобы глаза твои его больше не видели И ты тоже, папа О, да Да И теперь Гастон на нас обиделся Гастон! 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 Мой лучший друг! Помоги, Гастон! Мы застряли! Гастон! Беги и приведи няню Пламп! Дам-дам-ти-дам-ди-ду Вот так Снова чистота и порядок Нет, Гастон! Вон отсюда! Что-что? Бен и Холли, король и королева, мистер и миссис Эльф Заперты в старом руднике гноф? Нельзя терять ни минуты Показывай дорогу, Гастон! Есть кто-нибудь? Няня Пламп! Ну, хорошо, что ты пришла Мы в ловушке! Держитесь! Сейчас я открою эту дверь палочкой Не получается! Нет! Эта дверь запечатана магией гномов! Нужно решить одну задачку! Какую задачку? Скорость самолета 180 км в час Какой силой должен быть ветер, чтобы снизить его скорость на 15%? Какая-то абракадабра Няня, наколдуй лопату и откопай нас! Мне вовек не управиться Придумала! Гастон может прорыть лаз Да! Гастон отлично копает! Гастон, старина! Откопай нас! А где волшебное слово? Эм... Пожалуйста, Гастон! Ура! Гастон-спасатель! Спасибо тебе, Гастон! О-о-о-о! Гастон, какой ты отважный! Ха-ха-ха-ха-ха! Молодец, Гастон! Значит, Гастону теперь можно жить в замке? Да. И в нашем доме тоже? Да. И я испеку ему пирог. Гастон, спасибо, что спас нас. Наш герой. Генеральная уборка. Миссис Витч, вы дома? Здравствуйте, няня Плам. Что вы здесь делаете? Пришла помочь вам в уборке. А это мои помощники, Бен и Холли. Здравствуйте, миссис Витч. Так, весна, пора убирать. Ух ты. Это же надо. Какой беспорядок. Да, я совершенно не умею поддерживать чистоту. Просто руки не поднимаются, что-то выкинуть. Не волнуйтесь, я сама всё выкину. Да, но проблема в том, что все они волшебные и опасные. Кто-то должен за ними присматривать. Что? Даже эта тряпка? Это ковёр-самолёт из кукольного домика. А где же кукольный домик? Э-э-э, точно не знаю. Значит, и ковёр не нужен, верно? А это старое зеркало? Это волшебное зеркало. Хм, а это что? Это волшебная лампа. В ней заперт настоящий джинн. Ну, конечно, джинн. Ух ты. Я уже не уверена, что мне нужна эта уборка. А это что за кошмар? Варенье и слизней. Варенье и слизней? Дайте-ка я это выброшу. Отлично, готово. Э-э-э, спасибо. Очень мило с вашей стороны. Няня Плам, а эти вещи и правда волшебные? Нет, просто куча старого мусора. Теперь надо куда-то это спрятать. Начнём с варенья. Из слизней? Фу, какая гадость! Кому придёт в голову такое есть? Ты права. Я спрячу его подальше в буфет, чтобы никто не нашёл. Думаю, маме понравилось бы это зеркало. А моей пригодится эта красивая лампа. Возможно, и ковёр кто-нибудь захочет взять. Кто-то с полным отсутствием вкуса. Какой милый коврик. Миссис Вич, он больше не нужен. О, но он же не волшебный, правда? Нет, няня Плам сказала, что это просто мусор. Хотите взять? Да, пригодится. Спасибо. Очень мило. Так уютно. Чистое синее море и золотой песок. Это тропический рай. Тропический рай. Хотелось бы мне там побывать. Это волшебный ковёр. Значит так, озорни ковёр самолёт. Сейчас же верни меня обратно. Привет, пап. Я принесла маме подарок. О, а где же она? Она уже три часа прихорашивается в ванной готовиться к ужину. Так есть хочется. Вот и я. Какая ты красивая. Я принесла тебе подарок. Ой, спасибо, милая. Это волшебное зеркало. Миссис Вич, оно больше не нужно. И что же умеет волшебное зеркало? Говорю правду. Ого! Как интересно. Зеркало, зеркало на стене. Кто самый прекрасный в нашей стране? Вы королева. О, замечательно. Ну, обычно вы самая прекрасная. А о чём это ты? Ну, прическа сегодня не удалась, не так ли? Ой-ой-ой. Придётся начать всё сначала. Ну и зачем ты это сказала? Я всегда говорю правду и только правду. Теперь вообще за стул не сядем. А я умираю с голоду. Привет, мам. Мам, у меня для тебя сюрприз. Мы помогали миссис Вич наводить порядок, и она выбросила это. Лампа просто прелесть. Такая медная. Выглядит ценно. Нужно только почистить. Джин из-за лампы приветствует тебя. Ого! Какой мускулистый. Я исполню три желания. Что же нам пожелать? Может, ты станцуешь для нас? Слушаю и повинуюсь. Пусть играет громкая музыка. Да будет так. Хочу вечеринку, чтобы все могли потанцевать. Это третье и последнее желание. Не могу остановиться. Я тоже. Хватит танцев. Прекрати это. Но вы уже истратили все три желания. Пока-пока. Но я не хочу всю жизнь танцевать. Пойдемте к королю чертополоху. Он нам поможет. Что ты так долго, милая? Я есть хочу. Готово. Мама, отлично выглядишь. Замечательно, дорогая. Теперь пойдем за стол. Только зеркало спрошу. Что оно думает? Зеркало, зеркало на стене. Нравится моя прическа тебе? Честно, не очень. О, ну вот. Что же мне теперь делать? Я могу помочь. Не забывай, я же волшебное зеркало. О, вот так и готово. Это, это ужасно. Верни мне мои волосы. Нет, так гораздо лучше. Король чертополох, сделайте что-нибудь. Да никто ничего не заметит. Давайте уже ужинать. Нет, нет, я не выйду в таком виде. Пойду перекушу. Так, так, что мне такое вкусненькое съесть? Ага. Няня всегда прячет самое вкусное на нижней полке. Ммм, варенье. На помощь, помогите. Что это там за ужасный шум такой? Король? Король чертополох. Я пожелала танцевать на вечеринке, а теперь не могу остановиться. О, неужели. Это все джин из лампы, миссис Витч. Прошу вас, помогите нам. Магия ведьмы, значит? Не могу помочь. Магия фея бессильна перед магией ведьмы. Жаль, но не могу. О, мудрый старый эльф, что это вы там делаете? Этот ковер-самолет только что унес меня на тропический пляж. А-а-а! Ну, просто постарайтесь потише, будьте другом. Мои волосы. Смотри, это зеркало все испортило. У меня больше не осталось сил танцевать. Как мне его остановить? Ну, зачем вы вообще балуетесь с магией ведьм? Хо-хо-хо. Ой, ничего противнее в своей жизни не пробовал. А, папа, где ты взял это варенье? Из нянюшкиного буфета. О, это же ведьмино варенье из слизней. И самое главное, это волшебное варенье из слизней. О, нет! Что же теперь со мною будет? Вы превратитесь в слизня. Просто неслыханно. Волшебные зеркала, ковры-самолеты, лампы, варенье из слизней. Миссис Витч должна немедленно все это забрать. Миссис Витч! Миссис Витч! О, привет, король чертополох. Я вижу, вы попробовали мое варенье, да? Э, да. Скорее, расколдуйте меня, пожалуйста. А слизням вам быть не нравится? Это приятно. Но я какой-то... липкий. Ну, так и быть. О, так-то лучше. Миссис Витч, можете остановить этот танец? Конечно! А вернуть мне мои нормальные волосы? С удовольствием. А вы не хотите забрать все это обратно? Мне это больше не нужно. Что? Как? Когда я все это выкинула, я поняла, как приятно избавляться от хлама. Кому-нибудь нужна волшебная кастрюлька? Что нам теперь делать? Эти вещи опасны. Нельзя их просто здесь оставить. Хм, предоставьте это мне. Оу, что вы сделали с домом? О чем это вы? Раньше у вас было намного уютнее. Аутентичнее. О-о-о! Лампа будет отлично смотреться вот здесь. Здесь она раньше и стояла. А это отличное место для банки варенья. Где она всегда и находилась. Ковер сюда, а зеркало вот сюда. На своих местах. У вас отличный вкус, миссис Витч. Вот почему у вас здесь так уютно. О, благодарю вас, король. Вы такой галантный. Ну, что есть, то есть. Стараюсь. Пока, миссис Витч. До свидания. Спасибо всем за помощь. Папа, ты правда думаешь, что дом миссис Витч выглядит лучше со всеми этими вещами? Нет, там грязно и дурно пахнет. Но почему ты не сказал ей правду? Иногда стоит сказать кому-то, что у них грязно и дурно пахнет. А иногда лучше сделать комплимент. Кукла-плам. Слоник, слоник. Слоник, слоник. Кошмар. Что вытворяют близняшки? Шума, как от стада слонов. Они очень шумят. А вот, стали потише. Это плохой знак. Значит, задумали что-то. Пойди проверь, няня-плам. Да, ваше высочество. Дейзи, Поппи. Дейзи, Поппи, что вы наделали? Верните мне прежний вид. Привет, я кукла-плам. Кукла-плам. Смех и гам. Что-то няня там долго. Может, сходить за ней? Близнецы на все гораздо. Непослушные. Ни капельки. Я кукла-плам. Поменяйте подгузник. Не знал, что у них есть кукла-няня-плам. У них нет. Я думаю, это няня-плам. Верно, это я. Верните мне прежний вид. Бедная няня. О, спасибо. Только не этот шум, прошу. Может, побудете куклы немного, чтобы они сидели тихо. Ни за что. У меня полно дел. Нужно постирать. Погладить. Кукла-плам. Кукла-плам. О, тишина и покой. Вот так, няня. И что мне теперь делать? Я не смогу работать в таком виде. Не волнуйся, няня. Я превращу тебя назад. Спасибо, Холли. Близняшки опять плачут. Я знаю. Эльфы могут сделать куклу-няни-плам. Эльфы хорошие мастера. А я тоже эльф. Это идея, Бен. Старый эльф. Можешь сделать куклу-няни-плам. Для близняшек. Что ж, на что похоже эта кукла? Кукла-плам. А вот на нее. О, да, ясно. Дейзи, Поппи, превратите меня сейчас же, или я... Кукла-плам. Накормите меня. Хе-хе-хе, да. Думаю, у нас получится сделать ее копию. Проходите, дети. Если нажать на живот, тогда запоете. Даже не думайте жать мне на живот. Кукла-плам. Смех и гам. Ну что ж, это точно. Это точно. Так, как вы сделаете мою копию? С помощью машины-копий. Работает она вот так. Я беру мячик для тенниса и кладу его вот сюда. Точная копия. О-о-о! А теперь кукла-плам. Ам, вообще-то я передумала. Оставьте меня, пожалуйста. Я не уверена, что хочу сегодня. Спасибо. Спасибо, няня. Вы уже... В каком смысле? В каком смысле? Да, ваше высочество. Нет, ваше высочество. Как скажете. Совсем не похоже. Совсем немного, няня. Кукла-плам. Идеальная копия. Да. И раз мы ее скопировали, можем сделать еще не одну. Стойте. Пусть будет одна. Чтобы близняшки не плакали. Я согласен. Одной няни-плам вполне достаточно. Хорошо. А теперь попрошу, верните мне прежний вид. Хорошо, няня. Ох, так лучше. Теперь можно за работу. Моя кукла! Моя кукла! Ого! Каждая хочет куклу. Но мы обещали няне, что сделаем одну. Еще одна не повредит. Чтобы близняшки не плакали. Моя кукла! Моя кукла! Привет, Бен! Привет, Холли! О, смотри! Это кукла няни-плам. Я кукла-плам. Я хочу спать. Откуда она у вас? Она смешная. А мне можно? И мне! И мне! Мы должны были сделать только одну, а их уже и так две. Пожалуйста! Ну, думаю, не повредит сделать еще несколько. Спасибо! Привет! Да, Ваше Высочество, как скажете? Она такая милая! Оу-гоу! Что это? Как скажете. Они хорошие. Мы производим их. Единственная копия. Из десяти. Похоже, они популярны. Я кукла-плам. И правда. Может, сделаем еще... Я кукла-плам. Кукла-плам. Осторожно с ней, Дейзи. Это единственная такая кукла в мире. Кукла-плам. Моя кукла-плам. Оу, похоже, их уже две. Я устрою этому мудрому эльфу. А, няня-плам. Я вам не няня-плам. Я сказала сделать одну куклу, а вы сделали две. А, да. Простите, няня-плам. Да, что ж, не ошибайтесь, Плит. Эм, хорошо. О, он сделал кучу кукол. Кукла-плам, снег и камни. О, возмутительно. Так. Старый эльф. Старый эльф. Где же вы? Сколько кукол вы сделали? О, их сотни. Эм, вообще-то тысячи. Глазам не верю. Но они очень популярны. Покажу вам в подарочной коробке. Подарочной? О, кукла-плам. Дейзи, Поппи, даже не думайте. Дейзи, Поппи. Вот и я. О, а где няня? Дейзи, Поппи, превратите меня назад. Ух ты, ты выпала с конвейера, милая. Нет, нет, это я. Я не игрушка. Я няня-плам. О, выпустите меня. Старый эльф, вы не видели няню? Она была здесь, но словно испарилась. Дейзи, Поппи, вы опять превратили няню в куклу? Кукла-плам. Кукла-плам. О, нет, няня должна быть в одной из коробок. Но их здесь тысячи. Как же мы ее найдем? Придется открыть каждую коробку. Тогда приступим. Обними меня. Слишком добра. Ты мой лучший друг. Слишком дружна. О, я думала застряла тут навечно. Спасибо, старый эльф. Слишком вежливо. Стой, я правда настоящая няня-плам. Нет, нет, ты кукла. Нет, не кукла. Да, кукла. Нет. Ты просто умная кукла. Я знаю, я тебя сделал. Хорошо, умник. Если я просто кукла, я не могу творить магию, верно? Конечно, нет. Куклы этого не умеют. Холли, палочку, пожалуйста. Я превращу вас в слизня. Ну, попробуй. Ладно. Вы, няня-плам. Ух, так лучше. Няня, превратите меня назад, пожалуйста. Хорошо, глупый старый эльф. Вы обещали сделать одну куклу, а сделали тысячи. Но, няня, это честь иметь куклу, похожую на вас. Правда? Ну, посмотрим, как вам это. Я старый эльф-форчун. Это очень смешно. Вы уже закончили? Почти. Я старый эльф-форчун. Я старый эльф-форчун. Я старый эльф-форчун. Вот теперь все. Ох, няня, как непочтительно. Ну, и что мы будем с ними делать? Ну, Дейзи и Поппи, они по душе. Смотрите. Эльфик, эльфик. Думаю, старые мудрые феи – это прошлый сезон. В этом сезоне писк-моды эльфы. Я мудрый старт, шутить гораст. Хм, ты симпатичный паренек. Теперь понятно, почему тебя дети любят. И теперь у вас их много. Да, тысячи. Ура! Эльфы любят трубить в рог. А мы эльфы. О, нет. Заткните уши. Дядя Гастон. Привет, Гастон. Я сейчас спущусь. Ой, ты посинел? У тебя простуда или что-то еще? Привет, Бен. Привет, Гаст. Что случилось с Гастоном? Няня, ты же говоришь на языке насекомых. Что говорит Гастон? Он говорит, что он не Гастон. Это брат Гастона, Тони. Я не знала, что у Гастона есть брат. И я не знал. Тони приехал сюда со своей семьей. Это Пен. А это их дети. Эмбер, Эмеральд и Кей. Ой, смотрите, они такие милые. Привет, ребята. Они приехали к Гастону в гости, но заблудились. Мы отведем вас к Гастону. Сюда, за мной. Гастон, твой брат приехал к тебе в гости. Ой, посмотри. Они любят дядю Гастона. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что? Что такое? Что они говорят? Ну, они написали Гастону письмо с просьбой присмотреть за детьми. Но он съел письмо. Да, Гастон любит есть письма. Вот Гастона не подозревала, что ему придется сидеть с племянниками. Не волнуйся. Мы поможем Гастону с малышами. Да, будет здорово. Пока. Няня Плам. О, это король. Что ему понадобилось? Няня Плам, ты не видела мои очки? Попробуйте поискать у себя на носу. Ой, да. А где моя корона? Няня. О, мне пора. Не скучайте тут. И ты, дядя Гастон. Кейп ездит на Гастоне верхом. Теперь двое других тоже хотят. Кажется, Гастон очень устал. Отдохни немножко, Гастон. А мы пока поиграем с малышами. Что ж, покидаем опор. Так, Эмбер, опор. Эмбер, кто же хочет си-кейт? Эмбер, кто же хочет си-кейт? Привет, Бен. Привет, Бен. Привет, Холли. Ой, маленькие божьи коровки. Какие миленькие. Их зовут Эмбер, Эмбер, Эмбер и Кейт. А наш Гастон их дядя. Какие активные. Это точно. Им нужно поспать. Когда моя сестренка пропускает тихий час, она устает. Что? Что потом? Она плачет. Что я говорила? Можно уложить их в Наре Гастона? Вот так, маленькие. Теперь вам нужно поспать. Не похоже, что они устали. Ну же, ложитесь! О, они не слушаются! Как же заставить их спать? Моя мама читает сестре книжку, когда укладывает её спать. У Гастана есть сказки. Но, похоже, он их все съел. У меня дома полно книжек. О, какое чистое бельё. Гастан, нет! Я не хочу, чтобы по всему белью остались грязные следы от лап. Привет, няня! Мы принесли с собой божьих коровок. Да, я уже вижу. Устал сегодня Гастан. Что ж, по крайней мере, ты не будешь прыгать по мне и лизать мне лицо. Это же надо маленькие божьи коровки. Да, Эмбер, Эмиральда и Кейп. Так-так, значит, Гастан всё-таки оказался девочкой. Нет, Гастан мальчик. Он их дядя. Он присматривает за ними сегодня. А они домашние? Ну, почти. Ой, как же мило. Маленькие божьи коровочки. Пусть они останутся, мама. Мне жаль, Холли, но это... Конечно, пусть остаются. Ура! Я почитаю им сказку. Чтобы божьи коровочки быстрее уснули. Ой, а где же божьи коровки? Они исчезли. Судя по звукам, они наверху. Они в комнате Дейзи и Поппи. Пойду принесу их. Нет, Бен. Дейзи и Поппи могут быть опасны. Я схожу. Еще коровки, коровки. Дейзи, Поппи, поймите, это живые коровки. Они вам не игрушки. Коровка. Вот они. А сколько было маленьких божьих коровок? Три. Хм, кажется, теперь их четверо. И на одной из них корона. Понял. Это же мама. Они превратили ее в божью коровку. Коровка, как коровка. Дейзи и Поппи, как вы могли превратить собственную маму в божью коровку? Ой, спасибо, дорогой. Ой-ой. Это нормально, король чертополох. Они просто переутомились. Так, где твои книги, Холли? Они в спальне, Бен. Им нравится кровать, Холли. И в них куча энергии. Вот моя любимая книга. Нет, Гастон, книги не едят. Баю-бай, детка, ветер крепчает. На высокой ветке колыбель качает. Если ветка треснет, полетят все вниз. И ветка, и колыбелька, и малыш. Полетят все вниз, и малыш? Видишь, странная сказочка. Ты права. А как насчет этой? Она про божьих коровок. Божья коровка, божья коровка, улети на небо. В твоем доме по... Нет, это еще страшнее. Давайте эту. Давным-давно жили три поросенка. А нельзя рассказать им сказку про божьих коровок, Бен? Ладно. Давным-давно жили три божьих коровки. Они построили себе три домика. Первая из соломы, вторая из веток, а третья из кирпичей. А что было потом? Ну, как-то раз пришел злой серый волк. Подошел к соломенной избушке, дунул на нее раз, дунул дроп. А у этой сказки хороший конец? А, дай посмотреть. А, нет. То есть три поросенка, я имею в виду три божьих коровки, жили долго и счастливо. Значит, волк никого не съел, ни одной из них? Нет-нет-нет, конечно нет. Все были счастливы. И конец. Бен, посмотри, они уснули. О, да, у нас получилось. А во сколько мама с папой должны их забрать? Ой, я же не подумала. Их родители ведь не знают, что они у нас. Что такое, Гастон? Он что-то услышал. Ты молодец, Гастон. Они нас нашли. Ой, они уже проснулись. И опять полны энергии. Думаю, это потому, что они отдохнули. Да, моя сестренка всегда полна сил, после того, как поспит. Оу. Как они любят дядю Гастона. А дядя Гастон любит их. Падающая звезда. С этим телескопом я, детки, вижу весь космос. Старый эльф, можно мне? Да. Сейчас телескоп направлен на Луну. О, кажется, такой близкой. Можно посмотреть? Конечно. Если повернуть телескоп вот так, увидишь далекие звезды. Чудесно. О, одна из звезд движется. Может, это падающая звезда. О, я тоже ее вижу. О, она врежется в землю. Ого, это было близко. Давай посмотрим. Вот куда упала звезда. Делала большую яму. Это невероятно. Сколько дыма. Наверняка горячая. Спустимся вниз и рассмотрим поближе. Нет, вернемся к ней завтра, когда она остынет. Доброе утро! Ули, завтракай! Нет времени, папа! Вчера ночью мы видели, как на Луку упала звезда. Доброе утро! Бен, не хочешь позавтракать? Потом, мам! Я спешу к упавшей звезде! Привет, Бен! Привет, Холли! Ой, а откуда эта яма? Падающая звезда! Она упала с неба! Прекрасно! Ну, как выглядит эта упавшая с неба штука? А вот сейчас и узнаю, Ваше Величество. Опустить кофт! Она с окнами! Это что, корабль? Это летающая тарелка! Она открывается! Не паниковать! Это вполне может быть вторжение! Плип-плюп! Ага, это вторжение пришельцев! Все быстро паникуем! Плип-плюп! Плип-плип! Ха-ха! Это наши друзья-пришельцы с Луны! Плип-плип-плип! Привет, пришельцы! Плип-плип! Плип-плип! Плип-плип-плип! Смотрите, у них малыш-пришелец! Я не малыш-землянка! Ой, прости, но ты такой милый и маленький! Я здесь самый старший! С возрастом мы уменьшаемся! О, а мы с возрастом наоборот растем! Какая нелепость! Хи-хи-хи! Меня зовут Зайрос! Отведите меня к главному! Эм, наш главный король! А, король, так вы главный! Ну, старый эльф тоже главный, отчасти! О, нет, Ваше Величество! Вы наш король и главный! Да! Мы пришли с миром! Фу! У нас отпуск! Вы прибыли издалека? Мы с планеты Бонг! У-у-у! Но наш корабль разбит! Ну и ну! Вы, король, почините его! Я? Да! Вы главный, значит, умный и мудрый! Эм, да! Конечно! Я умен и мудр! М-м-м! О-о-о! Кажется, проблема! Он сломался! А может быть, я посмотрю, Ваше Величество? Это идея! Эльфы умеют чинить летающие тарелки! А я эльф! Брррр! Так, посмотрим! Двигатель заводной или на батарейках? О-о-о! О-о-о! Он такой разноцветный! Тут куча трубок! Труб и ужасно сложные инопланетные... Мне не нужны детали! Просто почините! Какой же разумный главный! Да! Нам очень повезло! Хм! Это займет какое-то время! Мистер Зайрос, пока ждем! Не хотите пройтись по маленькому королевству? С огромным удовольствием! Хорошо! Сюда! Остановка пещера Гастона! Гастон! Ты там? Это наш друг! Божья коровка Гастон! А-а-а! Божья коровка! Так вот, какой звук они издают! Аф-аф-аф! Аф-аф! Пррррр-пррр-прр-пррр-пап-пап-пап! Что он сказал? Он спросил, съедобен ли Гастон! Нет! Мы не едим наших друзей! А вы? О-о-о! Очень редко! Далее по курсу Маленький замок, где я живу Мама! Привет, моя милая Все хорошо, мама Это пришельцы с планеты Бонг Ну, тогда хорошо Нет, ее нельзя есть Король, это здесь вы принимаете главные волевые решения? Да, да, я всегда принимаю важные решения Ваше Величество, на обед подать суп или сосиски? Эм, я думаю, сосиски Вы очень мудры, король О, что вы, знаете, я стараюсь А ты, эльф Бен, где живешь? Я живу на дереве Дереве? Что это? Вот оно, дерево эльфов А, ясно, значит, дерево – это многоквартирный дом Сколько я узнаю о вашей планете? Привет, Бен! А, пришельцы! Да, пап, помнишь, мы встретили их на Луне? Они приехали в отпуск Ах, да, те пришельцы Хорошего отпуска! Бррр-бррр-бррр-бррр Нет, его тоже нельзя есть А-а-а, что за прекрасная планета Вы что, бывали на других планетах? О, да. Но это лучшее. Видите ли, мы маленькие, а на других планетах все большие. Понимаю. Да. Мы летаем на другие планеты отдохнуть, а на нас наступают гиганты. Это неприятно, как минимум. А у нас здесь тоже есть гиганты. Гиганты здесь. Привет. Привет. Не волнуйтесь, это наша подруга Люси. Она большая девочка. Люси, это пришельцы. У них тут отпуск. Привет, пришельцы. Ты большая, да? А есть тут еще такие? Есть моя мама с папой. И у нас сегодня тут пикник. Так на этой планете всего три гиганта. О, нет. Их много. Миллионы миллионов. И большинство больше меня. Хм. Что ж, думаю, отпуску подошел конец. Ладно. Пойдемте узнаем, починили ли ваш корабль. О, как раз вовремя. Я починил летающую тарелку. Молодец, старый эльф. Все эти трубки. Будто копался в сантехнике. А эльфы в ней умельцы. Эльфы в ней умельцы. Спасибо, Атош. Пора включить двигатель. Это нехорошо. Звук похож на звук машины. Фи в холод, папочка. Да, верно. Немного магии поможет завести машину. Нет. Нельзя смешивать работы и магию. О, чепуха. Звучит хорошо. Все, я отличный сантехник. Все моя волшебная пыль феи, то есть. Тише. Скажем, умелый эльф починил двигатель, а магия фей завела его. Ура! Люси! Это мой папа. Мне пора. Мам, пап, не угадайте, что я видела. Не говори. Опять эльфов и фей. Да, и пришельцев. Пришельцев. О, пришельцы. Конечно, Люси. Нам пора лететь, Бен, Коли. Не хотите прокатиться перед нашим отлетом? Да, хотим. Милая Люси, все на свете знают, что никаких пришельцев не бывает. Привет, Люси! Привет, Бен и Хори! Пришельцам пора лететь на свою планету. Они хотели сказать привет твоим родителям. Привет, гиганты. Мы были тут на отдыхе. Эм, привет. Мы улетаем. Пока! 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 Думаю, впредь пикники здесь не проводим. Пока, Бен и Хори. На следующие каникулы прилетайте на планету Бон. Хорошо, прилетим! До встречи! Пока! Пока!